приветствую вас на канале спорткарс начинаем обзор новой коллекции от компании panini посвященный сезон 23 24 кхл перед вами альбом по данной коллекции видите в таких вот он цветах своеобразных которые прям стали цветами этого сезона насколько я понял судей по форме матча звезд и вот этот товарищ не знаю кто это йети или кто-то вот новый новый маскот континентальной хоккейной лиги альбом предварительно посмотрел сразу могу сказать что ничего особо хорошего по качеству сказать к сожалению нельзя так же как альбом rpl может даже и в чем-то похуже хочется передать привет вот типография во всеволжске греет все печаталась большущий вам привет конечно же вот ну посмотрим итак первый разворот но здесь главная страница первая страница этого альбома посвящена вот данному персонажу зовут его крут и он новый талисман кхл как следует вот из этой страницы мягкий добрый фиолетово-голубой но в общем что цвета такие достаточно неоднозначные что сам персонаж но возможно кому-то он понравится вот здесь наклейки будут ему посвящены они открывают альбом давайте смотреть дальше здесь в отличие от рпл наклейки разного размера предусмотрены то есть будут и маленькие вот такие наклейки и здесь у нас представлены все клубы соответственно здесь с левой стороны это западная конференция справа восточная дальше также разворот с маленькими наклейками здесь уже они посвящены дворцам спорта в которых играют команды и вместимость данных дворцов обозначена но и они будут очень маленькие сами понимаете дворец будет крайне небольшой вот но бумага такая же такой российский апсет не самый дорогой но собственно не зря же именно во всеволжске решили печататься я так понимаю что это один из самых дешевых вариантов вот был далее первый разворот здесь в отличие от рпл немножко другая история здесь не соответствие занятыми местами в предыдущем сезоне расположены команды вот я думаю что не сложно понять что витязь вряд ли занял первое место что в регулярке что в плей-офф как не посмотри вот поэтому здесь скорее всего по алфавиту внутри дивизионов соответственно вот начинается все с подмосковной команды игроков представлено по моему даже чуть меньше чем футбольном альбоме несмотря на то что хоккейная команда априори представлена большим количеством игроков но здесь все стандартно капитан игроки логотип клуба все довольно понятно очень много текста на английском в общем надо отдать должное кхл не теряет так сказать надежд международный статус нести поэтому хотя команд которые бы не понимали по русски уже не осталось в лиге тем не менее английского языка очень много везде и русский он скорее здесь в качестве такого пояснения находится вот что касается наклеек но размер достаточно стандартный внизу под каждой наклейкой статистика предыдущего сезона по игроку неважно в какой команде он был вот если допустим грицук было в ангарде то статистика в ангарде вот не только в том клубе где игрок находится сейчас но и страницы оформлены более-менее изобретательно то есть хотя бы как-то игрок на фоне один из игроков команды логотип то есть здесь что касается фона то от альбом рпл от рпл в нужную сторону в хорошую сторону отличается вот априори приходится сравнивать потому что одновременно вышли коллекции ну и собственно это единственной коллекции которые пони не по российским спортивным мероприятием выпускает на данный момент далее у нас идет спартак и здесь дмитрий вишневский ведь центральная фигура ну и такое же количество игроков как и везде вот так вот идет нет главных страниц вот то о чем я говорил да посмотрите вот так вот склеена страница обратите внимание вот и не решу себя дальше рассоединять и такой во всех альбомах то что будьте к этому готовы и такие ситуации будут встречаться смотрим дальше хоккейный клуб сочи динамо минск ну страницы в клубных цветах фон достаточно неплохой качество печати конечно посредственная вот бумага тоже не самое лучшее но если смотреть что называется издалека для съемок на камеру выглядит вполне пристойно и ярко живую чуть побледнее все ну вот еще склеены страницы как видите вот видите она даже рвется если пытаешься и рассоединить данном случае не повезло кунь-луни да не дали ярославский локомотив северсталь цска тоже видите тут под склеенный не буду же дальше что-то не стерва пытаться разрывать пополам оставим как есть середина альбома скрепочки очень-очень я бы сказал хлипенький поэтому обращаю внимание аккуратнее при перелистывании при любых манипуляциях с альбомом будьте осторожны и велика вероятность того что центральной страницы могут выпадать из него идем дальше здесь у нас акбар с радуловым тольятинская лада это мы уже на восток отправились магнитка нефтехимик это у нас челябинский трактор авангард но все стандартно оформление всех страниц развороты перечитать всех игроков смысла не вижу я думаю что те кому интересно могут сделать либо стоп-кадр и посмотреть либо познакомиться с чек-листом данной коллекции на сайте ластикер скорее всего он уже присутствует далее борис одна из немногих до не российских команд но я боюсь что все игроки этой команды вполне могли бы и не на английском прочитать собственно название клуба и своей фамилии далее слова пилаев сибирь и вот у нас закончились команды и начинается какое-то действие это талисманы кхл 2023 и здесь соответственно видите даже талисманов перевели в том числе и на английский язык это чрезвычайно важно давайте посмотрим что есть еще здесь у нас топ игроков 2324 и но от каждой команды я так понимаю по одному игроку взяли особо не выдумывая если на или и купов и виталий пинчук в то же время вот и николай голдобин алексей кручинин в общем всех по чуть-чуть есть давайте кому интересно от своей команды может найти кого выделила компания пони не производят альбом ну и собственно все на этом заканчивается вот топ игроков туда продолжение еще удивился чуть мало не все команды что нет вот все команды до представлены оставшиеся здесь у нас еще пять клубов ну и вот этот товарищ предлагает нам увидеться на хоккее а это место для автограф видите здесь она есть футбольном там были маленькие ячейки у каждой команды а здесь нет ячеечек просто вот такое вот место хотите ставьте автографы туда ну и обратная сторона видите такое размытая фотография но собственно как и впечатление об альбоме к сожалению вынужден признать что достаточно размытая мягко скажем вот поэтому альбома больше тройки поставить я думаю что рука не поднимется давайте посмотрим наклейки все-таки наклейки делались в италии они вовсе волжске типографской столицы россии я так понимаю вот поэтому посмотрим может быть здесь все намного круче и вот первая наклейка но здесь традиционный номер хват позиция ну и в нижней части наклейки данные игрока когда родился какую страну представляет рост вес но вот ровно два метра у зията поигина крупный парень но и более 100 килограмм весом так выглядит обратная сторона но она самое что ни на есть обычная вот здесь у нас дмитрий к горлицкий вот фон у всех и так понимаю красный наверное ну дальше посмотрим у стандартных наклеек так это вот как раз маленькие наклейки здесь у нас команда представлена вот сибирь новосибирск это с одного из первых разворотов где каждый клуб но арена балашихинская изображена там где арены клубов представлены алексей кручинин представляющий торпеда вот это как раз по им топ игроки в конце альбома до 479 номер такие наклеечки в конце альбома находятся нет фон не везде красные видите здесь у нас у кунь луня фон желтый смотрим дальше посмотрим может какие-то еще разновидности наклеек нам попадутся александр хохлачев неожиданно сменивший спартак на амур здесь у нас белорусский легионер играющий за ска ну и антон бурдасов также видимо из конца альбома обстоит тут сразу и сергей толчинский у нас как-то очень плотно так пошли вот эти топовые игроки два пакетика сразу три таких наклейки блестящих но и антон силаев представляющий нижегородская торпеда целом блестяшки неплохие они побогаче сделаны чем в рпл то есть не просто серебристый фон а еще видите там какой-то рисунок представлен поэтому они смотрятся как-то но посолиднее что ли локтионов представляющий спартак но все наклейки ведь так перевернуты то так то так далее два игрока барыса подряд юрий паутов из адмирала и роман горбунов из минского динамо ну сложно ждать чего-то супер супер нового супер яркого вот достаточно стандартные наклейки портретное фото из заявки скорее всего вот фон привязаны к клубу ну и минимальная информация до статистика как вы помните в альбоме находится но она самой наклейки антропометрические данные номер хват и позиция игрока у нас игрок спартака вот еще он абсолютно или купов но мы так можем принципе из пяти пакетиков почти всех собрать топовых игроков вот так получается павел красковский из локомотива но хоть кто-то улыбается а то у всех фотографии прям ну чисто на паспорт ну и вот такая сдержанная какая-то ухмылка от канадского легионера сочинцев смотрим дальше и тут у нас снова дворцы ну мегаспорт сложно не узнать для всех жителей москвы хорошо знакомый дворец в нем поиграли по-моему все московские команды в разное время вот дворец ледовый также здесь это две наклеечки да они на страничку с дворцами спорта отправиться команда амур и вот логотип видите в этом пакетике тоже фон выполнен в том же стиле что у топ игроков ну и логотип ну достаточно стильно так скажем не притязательно название клуба нет просто логотип но я думаю что и так понятно поклонники хоккея контентальной хоккейной лиги без труда определят ну а кто не определит сзади есть номер который безошибочно даст понять куда это наклейку вклеивать ну и две последних наклейки в этом обзоре это ярослав лихачев из локомотива и игрок из трактора канадский легионер еще раз обратная сторона все есть продажи у нас на сайте заходите в нашу группу вконтакте в социальных сетях всем удачи пока